МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляла себя огромную киноимперию, которая простиралась на целый квартал от Каменноостровского проспекта до Кронверской улицы. Но уже в 90-х эта империя начинает распадаться, расползаться по разным частным рукам. Например, здесь по адресу Каменноостровский, 10 литера Б, был один из съемочных павильонов Ленфильма. Сегодня обычный бизнес-центр. Или же продовольственный магазин и офисные помещения в здании на Кронверской улице. Раньше здесь хранился весь мебельный реквизит огромной кинофабрики. Из коллекции Ленфильма произошла похожая история. В 93-м году, когда студию возглавлял известный кинопродюсер Александр Голутва, создаётся компания «Фильмофонд» киностудии Ленфильм, которые и передаются права на коллекцию. Сам Александр Голутва сегодня объясняет этот шаг как раз защитой коллекции от перехода в частные руки в случае возможной приватизации киностудии. Тогда было принято решение о том, чтобы разделить Ленфильм как бы на две части. Имущественный комплекс – это отдельное предприятие, которое приватизируется, и отдельно выводятся права. Но оказалось, этот шаг только ускорил переход прав на коллекцию в частные руки. С 2004 года Ленфильм существует в виде двух разных компаний. В апреле 2009-го, когда Голутва уже занимал должность заместителя министра культуры России, его бывший зам, глава «Климофонда» Георгий Мауткин, передаёт фирме «Твин СП» в лице Елены Шишко эксклюзивное право на телетрансляцию коллекции Ленфильма до 2023 года. Вот у меня в руках копия этого лицензионного договора. Стандартный лицензионный договор, определение, реквизиты сторон. Вот, пожалуй, самая интересная и объёмная его часть. Приложение. Вся золотая коллекция Ленфильма на бумаге, больше, чем на 40 страницах, где на каждой мелким шрифтом сотни наименований фильмов, некоторые из которых всенародно любимые шедевры. Вы уже думаете об этом деле? У меня оно не уходит из головы. Это какой-то позор? Мы с вами увидим ещё много чудес. Мы показали этот договор юристу в области авторского права. И выяснили, даже тогда, в 2009-м, он мог бы вызвать у специалиста очень много вопросов. Но почему-то их не заметили. Или не захотели заметить. Ленфильм теряет 35% по этому договору. Если речь идёт о миллионе рублей, то понятно, 350 тысяч. А если это миллиард, то это уже другая цифра. Я думаю, что тем более сейчас в таком положении, в котором находится Ленфильм, судя по тому, что пишет в прессе, конечно, эта сделка на момент 2009 года очень невыгодная была. Георгий Мауткин, подпись которого и стоит под договором, и сегодня, спустя 11 лет, считает иначе. Заключили договор с одной из самых крупнейших на тот момент компаний дистрибляционных. Не знаю, как сейчас, какой договор там. В своё время, когда мы заключали договор, там очень хорошие были условия, и они большие деньги платили. Но в 2010-м фонды Ленфильма вместе с фондами «Союз», мультфильма киностудий имени Горького и некоторых других студий становятся объединённой государственной киноколлекцией, которая должна была продавать лицензии и передавать вырученные деньги кинопроизводителям. Итог её деятельности подвёл Владимир Путин, как юрист по образованию, увидев в этой схеме явный частный интерес. Создали эту, значит, контору «Рога и копыта». Да, она берёт деньги. А что она делает? Я не понимаю, что она делает? Ты можешь объяснить, что она делает? Вы меня просто удивляете. Все такие взрослые люди сидят и молчат до сих пор. Вас грабят, а вы молчите. Коллекция была расформирована, права переданы в Госфильмофонд, который и владеет ими по сей день. Опять власть меняется. В 2016 году, во время визита Владимира Путина на Ленфильм, кинопроизводители попросили президента вернуть коллекцию домой. Президент инициативу поддержал. Но вскоре выяснилось, что договор с Твин СП Госфильмофондом не только не расторгнут, но ещё и продлён. Каким образом Госфильмофонд это сделал, для меня является невероятной загадкой, потому что руководство Госфильмофонда прекрасно знало, прекрасно знало, что коллекцию необходимо возвращать в студии. Вот такой ответ на наш запрос прислал Госфильмофонд. Мол, коммерческая тайна. Да и юридически у АО «Ленфильм» даже не является стороной договора. И если бы не то роковое разделение в начале нулевых, судьба «Ленфильма» сложилась бы иначе. «Ленфильм» был обладателем достаточно серьёзных финансов, которые действительно позволили бы студии в своё время идти совершенно другим путём. То есть это серьёзный доход. Каким бы мог стать «Ленфильм» в этом случае можно увидеть на примере Мосфильма, который не то что выжил, но ещё и каждый год выходит в плюс более чем на 100 миллионов рублей. Мы как раз не стали акционироваться, мы сохранили коллекцию. Естественно, мы, так сказать, реализуем эти права и зарабатываем на ней. С другой стороны, вся реконструкция Мосфильма была в значительной степени сделана на средства, которые мы зарабатывали от этой коллекции. Вот несколько цифр для иллюстрации. Один из федеральных каналов за право трансляции и фильмов коллекции платит «Твин СП» 200 миллионов рублей в год. Для справки, в России полтора десятка крупных федеральных каналов, полторы сотни региональных и несколько десятков русскоязычных телевизионных каналов за рубежом. То есть речь идёт о сотнях миллионов долларов, которыми оперирует небольшое петербургское ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Вот в этом здании на Калиностровском проспекте 15 находится офис компании «Твин СП». До «Ленфильма» здесь всего 100 метров, но компания предпочитает общаться со студией исключительно в жанре писем и запросов. Вот и на вопрос нашего телеканала о том, поступали ли какие-то предложения с просьбой урегулировать ситуацию с коллекцией, нам ответили весьма коротко. Да, поступали, находятся в процессе обсуждения. Можно долго спорить, кто виноват, но вот неопровержимый факт. Шедевры, которые смотрят миллионы зрителей, за которые платят сотни миллионов рублей, теперь в руках одной частной компании. Согласно договору, предпосылке к которому создал бывший директор «Ленфильма», а подписал его бывший зам. Антон Цуман. Пульс города.